здравствуйте в эфире новый день сегодня 17 апреля вторник и в студии роман туманов владимир быстрых и легкий шлейф вчерашнего веселья до вова нет рома да вот это мой новый парфюм да да а я чувствую что ты вчера похоже вечер провел в гараже потому что тебя пахнет машинным маслом и солидовым да это тоже мой новый парфюм и в сен-лоран 5w30 да на самом деле мы можем говорить все что угодно ведь камера запахов наверное не передает пока еще не дошло до этого так что мы можем говорить все что угодно да вы все равно этого не почувствуете но тем не менее это никак не помешает нам провести программу посвященную запахом а точнее ароматом в гости к нам придет ангарчанка с довольно таки необычным именем не ели волошка и она является арома экспертом юли знает какие ароматы могут улучшить качество нашей жизни какие влияют на психоэмоциональное состояние и вообще можно одним ароматом изменить твое настроение буквально вот так это будет чуть позже на пока давайте узнаем что же было 17 апреля в нашем городе в рубрике на единок всем привет предлагаю нам с вами немного вернуться в прошлое причем не как обычно в прошлое города ангарска а конкретно ваше все мы были детьми играли с друзьями во дворе прыгали по лужам получали выговор от родителей если хулиганили а также мы все с вами учились в школе когда ты первоклашка ты любишь школу но с 6 класса как правило это горячая любовь немного начинает угасать и когда мы были детьми мы сами не выбирали себе школу класс или направленность уроков а если бы вдруг вы будучи ребенком могли выбирать представили уже какую школу бы выбрали тогда будучи ребенком средняя школа номер 4 объявляет набор на 1989-90 учебный год в первый класс эстетическим отделением программа обучения в данных классах включает изучение английского языка истории музыки сальфеджио хореографии и живописи для приема в общеэстетические классы проводятся собеседование собеседование как будто речь идет об оксфорде или о кембридже ну что хотели бы сами учиться в таком классе будучи первоклассником лично меня из всего списка направлений заинтересовал только иньяс я слышала что дети изучая иностранные языки в раннем возрасте хорошо и запоминают а где это слышала а точнее читала точно в следующей статье вот уже несколько месяцев с детьми четырехлетнего возраста в 109 детском саду изучают в течение пятнадцати минут иностранный язык в этом возрасте у детей необычно цепкая память именно поэтому в детском учреждении проводят такой эксперимент детей учат говорить здравствуйте спасибо одеться доброе утро и другие слова ну а вообще идея то хорошие согласитесь а пока детишки учили иностранные слова в 1968 году в городской типографии проходила необычное соревнование можно сказать что она тоже связана с языком только с русским соревновании проводимым областным управлением по печати по трем зонам области участвовали или на типисты скоростные наборщики текста газет и брошюр за час соревнования большее количество текста набрала ангарчанка допустив всего пять ошибок в тексте современные представители молодежи все ли на типисты увидели как они быстро набирают текст сообщений на телефоне и детство конечно прошло но осталось в наших сердцах радуйтесь тому что когда мы были маленькими мы очень хотели вырасти и делать то что хотим так что наслаждайтесь этим желанием сейчас всем пока пока ведем беседы сегодня о том что не передает камера конечно же об ароматах и мы сегодня не обойдем стороной известную экранизированную книгу патрика зюзкинда парфюмер вернее сказать аромат ведь именно так дословно переводится название его книги даст парфюм книга появилась в 1985 году и была переведена на 42 языка в том числе и латынь мертвый язык около восьми лет он держался в списке бестселлеров став самым знаменитым романом на немецком языке очень часто на обложку романа помещают фрагмент картины жана антуана вато юпитер и антиопа написанный в 18 веке которая сейчас находится в ловре книга оказала большое влияние на современную музыку например куртка бэйн из нирваны группа рамштайн а также группа португальская монспил включали в свои композиции цитаты или просто посвящали песни этому произведению да с музыкой вот так дела обстоят а что касается кино книга была экранизирована спустя 20 лет говорят автор хотел чтобы снимал фильм кубрик но все сложилось иначе и он в итоге согласился на предложение которое однажды уже отверг от бернда айхингера так как продюсер его мечты нашел парфюмера слишком сложным для адаптации фильм о средневековом париже снимали в современной испании а именно в барселоне и и пригородах например сцену неудавшейся казни сняли в самом сердце столицы каталонии в музее под открытым небом испанская деревня а массовую оргию снимали участие членов одной из знаменитейшей европейской театральной группы la fura dels baos так например исторический центр города готический квартал стал парижским рыбным рынком для чего на площади пришлось разбросать одновременно две с половиной тонны мяса и рыбы все отснять и потом в этот же день все было убрать мировой премьере в 2006 году одной известной компании был выпущен лимитированный набор parfum the coffered включающий 15 мини-флаконов с названия запахов говорят сами за себя например baby париж ательер virgin сия орги и наконец аура как венец творения главного героя в состав последнего входит 84 компонента интересно автору книги отправили вообще этот запах парфюм и вообще кто-то ли хотел пахнуть грязным парижем времен людовика 15 ладно накопилось слишком много вопросов кому их мы как обычно зададим игорь львов и он у нас любит отвечать на вопросы пусть и на эти ответ ему слово здравствуйте меня зовут игорь львов я арбитражный управляющий сегодня мы поговорим про тему наследование долгов да вы не ослышались долги можно наследовать но бывают случаи когда этого можно избежать как сделать так чтобы наследники не платили по долгам смотрите далее можно ли наследовать долги ответ можно в каких случаях в тех случаях если после умершего остается имущество допустим приведу вам конкретный пример был отец семейства на него был записан дом после его смерти этот дом перешел его детям сыну и дочки так как дом стоит денег один миллион то ему то вместе с этим домом перешли долги в размере 1 миллион но у человека было долгов больше было 2 миллиона возникает вопрос какое количество долгов получают наследники доме это единственное жилье они не могут не принять им надо где-то жить и отвечая на этот вопрос мы говорим о следующем они получают наследство дом стоимостью 1 миллион и получая долги в размере стоимости того мущество которое не наследует то есть если они принимают дом они получают в наследство не больше 1 миллиона долгов если они не примут дом в наследство они не получат дом но и не получат долги зачем я рассказываю эту схему а затем что очень часто ко мне обращаются клиенты у которых есть имущество и есть куча долгов я им сразу же предлагаю переписать дом при жизни на своих родственников для чего для того чтобы после смерти их родственники не получили вместе с долги или не вынуждены были отказываться от имущества чтобы не платить долги очень часто у нас дети наследники не знают о долгах о реальных проблемах умерших людей поэтому наша рекомендация взвесить все за и против перед тем как принимать наследство теперь вы знаете как сделать так чтобы ваши наследники не наследовали ваши долги теперь вы знаете что делать если вы наследник и сделать так чтобы долги не перешли на вас а для того чтобы разбираться подробнее в других юридических вопросах смотрите рубрику юрист на связи в программе новый день до скорых встреч отойдем немножко от темы парфюма ведь сегодня у нас очень серьезный день сегодня у нас радовница да в этот день верующие символично разделяют пасхальную радость с уже умершими родными и близкими в большинстве российских регионов 17 апреля 2018 года все-таки является рабочим днем однако в ряде регионов россии где существует традиция пасхального поминовения усопших радовница ежегодно объявляется нерабочим днем и так в семи регионах россии радовница 17 апреля 2018 года является выходным днем пензенская области город пенза ставропольский край город ставрополь краснодарский край город краснодар оренбург брянской области город брянск саратовская области город саратов республика адыгея и город майкоп что касается работы и и тоже следует перенести на другой день это я говорю о работе новогороде в саду а также исключением являются действия для сохранения урожая здоровье животных полив растений в жару и необходимый уход за скотиной уборка кормежка и питье на радоницу можно сходить в церковь помянуть близких а потом посетить кладбище прибраться там в народе существует также обычаи в которых мы приходим на кладбище оставляем там еду напитки выпиваем закусываем в память усопших но церковь этого не признает потому что по пониманием церкви погибшие не нуждаются в пище и воспринимать память усопших можно только в самой церкви ладно сейчас попытаемся отойти от негативных мыслей давайте все вместе послушаем гороскоп я уверен он наставит вас на хорошее деяние и на отличное настроение тоже направит вас гороскоп на 18 апреля овен смело идите в объятия этого дня именно здесь вас радостно встретит вдохновение творческий подъем и яркие соблазны телец относитесь к неожиданностям этого дня с ироничной доброжелательностью и тогда все будет хорошо близнецы от того как вы будете воспринимать информацию с оптимизмом или пессимизмом будет зависеть и сам результат рак постарайтесь не торопиться и внимательно осмотритесь по сторонам доверьтесь интуиции лев звезды рекомендуют вам замереть и перевести дыхание постарайтесь уединиться чтобы проанализировать достигнутые дева трудный день когда не исключены мелкие недоразумения с окружающими поэтому необходимо спланировать день заранее весы день сопряжен с нестандартными ситуациями вы сможете справиться с ними только благодаря находчивости скорпион вы как-то совсем запутались в этот день можно спокойно разложить все по полочкам стрелец события дня могут поставить вас перед выбором хорошее или любое не поддавайтесь на провокации выбирайте лучшее козерог ищите компромисс непростой ситуации дня это сослужит вам добрую службу водолей действуйте размашисто не отказывайтесь от новых дел даже если на первый взгляд они не слишком перспективные рыбы проведите этот день максимально активно сочетая приятное с полезным так вы легко сможете добиться успеха в делах а мы возвращаемся к теме того что камера запах не передает я хотел бы сказать о том как называется наука запахов это альфатроника и все мы знаем что обоняние одно из наших чувств восприятия и мы не так важно не так много придаем значимости потому что ученые утверждают о том что два всего лишь два процента от восприятия является обоняние но также ученые утверждают о том что именно обоняние максимально быстро передает импульсы к нашему головному мозгу так ли это или нет сегодня мы узнаем нашего гость до продолжаем узнавать об обонянии о нем оказывается очень много фактов например мы чувствуем запахи даже во сне 1 некоторые люди могут различать до тысячи различных ароматов 2 сотрудники парфюмерных фабрик практически не болеют потому что в воздухе всегда есть нотки и запахи аромамасел эфирных масел и они действуют как антисептик так что вот такие вот здоровые запахи вот такая здоровая атмосфера у них на работе вообще люди оценивают друг друга по запахам почти что так же как собаки тончайшие запахи которые исходят от собеседника неосознанно анализируются и при выборе партнера определяющее значение имеет именно то какой запах от него исходит на уровне подсознания в организме любого человека вырабатываются феромоны они почти не ощутимы и женщины воспринимают их гораздо сильнее но на мужчин эти фермоны оказывают гораздо больше значения да действительно интересная наука мало того по-прежнему камера запах у нас не передает поэтому мы можем свой говорить все что угодно мы прекрасно пахнет от нас исходит и аромат уверенности и хорошего ведения передачи если такой существует почти что такой же как исходит от наших ребят из world class потому что прямо сейчас мы увидим рубрику новый день с world class привет меня зовут алена я инструктор тренажерного зала и групповых программ также я являюсь тренером смешных единоборств fight mix studio сегодня вам покажу небольшую тренировку в зоне единоборств нанесем удар по калориям начало нашей тренировки разминка прыжки на скакалке 15 10 минут достаточно дорабатывает выносливость совершенствующую систему различные элементы спокойные прыжки перешаг высокое бедро начинаем с разминки оклоны вторая часть тренировки состоит из растяжки третья часть тренировки ударная техника работа с лапами на бодик-клопа сходил уже знаешь ооо такие бойцы мне нужны отлично Моя любимая часть тренировки – работа по груши, совершенно отличается работа по лапам, здесь прям чувствуешь силу, приложенную к удару. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова С вами была Алена Полищук, увидимся на тренировке, это был новый день с World Class. Большинство людей полагают, что нос человека – единственный орган, который как-то реагирует на запахи, но ученые доказали, что нет, это не единственный, также кожа реагирует на запахи. В рамках одного эксперимента испытуемые находились под воздействием полового фермента, который выделялся из мочи кабана. Хотя многие запаха не заметили, реакция кожи на него была зафиксирована при помощи такого прибора, как электроэнцефалограф. Да, но если у вас под рукой нет мочи кабана, вы можете провести над собой такой эксперимент. Возьмите чеснок, натрите им ступни и буквально через 10 минут вы почувствуете у себя во рту запах чеснока. Да, я тоже сразу почувствовал этот неприятный запах. Наверное, это все происходит из-за того, что когда ароматные масла применяют снаружи, они глубоко проникают внутрь. В результате оказываются в лимфотоке и крови из-за малого размера молекул и других свойств, которые характерны для эфирных структур. Если по-простому, то именно так работает чесночный массаж, который мы делаем при гриппе и простуде. Мы втираем себе так называемые эфирные масла, они проникают на кожу и лечат нас. Но все эфирные масла проникают по-разному. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. Например, эвкалипт через кожу пройдет всего через 20-40 минут, лимон, бергамот и анис через 40-60, 60-80 минут потребуется для того, чтобы в организм через кожу попала герань и лаванда, а для мяты и кориандра потребуется целых 100 или 120 минут. При умелом использовании ароматов ароматерапия поможет вам освободиться даже от тех эмоций, которые спрятаны глубоко. Это особенно важно для тех заболеваний, причина которых эмоций, подавляемые годами. Стоит вам высвободить эти эмоции, и выздоровление начнется тут как тут. Да, как справляться с этими эмоциями, какие запахи нам помогут, какие успокоят, расскажет наш гость, который появится в нашей студии буквально через минуту. Это Новый день, мы продолжаем. У нас в гостях аромаэксперт Ниоли Волошко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же первый вопрос, не про ароматы, не про все эти баночки. Откуда у вас такое интересное имя, что оно означает? Ну, в общем-то, это обычное имя, просто я родилась в Литве, это литовское имя. В принципе, ничего особенного, просто литовское имя. Да, где-то Вова или Рома на просторах Литвы звучит так же. Необычно. Вот. Ладно, переходим к профильным вопросам. Ну, да, мне вот очень интересно, мы пока здесь готовились к передаче, я уже немножко успел нанюхаться, тут немножко у меня сознание теряется. Расскажите, что вообще значит аромаэксперт и в чем заключается ваша деятельность? Аромаэксперт – это человек вообще, который разбирается и пользуется, и предлагает, и назначает так же эфирные масла. Ну, наверное, чтобы говорить об экспертности, наверное, лучше начать с того, что вообще, что такое эфирные масла. И эфирные масла – это, знаете, сейчас такой некий бум на ароматерапию, но на самом деле это не ноу-хау, это метод, который использовался еще 6000 лет назад. То есть это есть и в трактатах, это есть даже в Библии указано, и если вы помните такое, что когда родился Иисус, то самое драгоценное, что ему подарили, было масла ладана и миры. Антисептические свойства масел – это вообще основные свойства масел. И еще в 18 веке, даже британская армия, когда они там воевали с Индией, то у них практически у каждого воина было в аптечке эфирное масло чайного дерева, потому что это были укусы змеи, это укусы насекомых, это раны обеззараживания. То есть у них не было таблеток, у них было чайное дерево. А как в современном мире мы используем эфирные масла, что они делают, для чего они нам нужны, и как мы их можем использовать? Да, отличный вопрос, потому что именно эфирные масла, я уже вам сказала, что даже известные люди, и в принципе вся медицина основывалась на фитотерапии. У нас же страна, во-первых, в связи с климатическими условиями, она объединена сырьем само по себе, и поэтому в основном использовались травы. И вы знаете, люди, которые собирали их, которые использовали, это были ведуньи в том числе, но вот сила вот этих трав и вот этих экстратов всех, она настолько мгновенная и настолько мощная, что приравнилась это к магии. И в какой-то период просто их всех уничтожили. И получилась такая подмена сознания, что фитотерапия, и вот это все знахарство, это все очень такое ахинея вся. А фармакология – это ура, это здорово. Вот предположим, если к вам приходит человек, да, как к аромоэксперту, с какими вопросами он к вам приходит, во-первых? Что вы ему можете назначить и вообще о чем вы говорите? Ну, приходит по разным вопросам. И по здоровью приходит вопросам, когда что-то решит, какие-то проблемы. Ну, я больше люблю людей, которые, наверное, ищут себя. И, естественно, когда человек… А сейчас у нас беда, в принципе, в чем, в нашей цивилизации, в том, что, во-первых, это суета, это очень скоростное время, то есть все время напряжение такое, знаете. И когда у нас происходит какой-то стресс, то человек это знает и ощущает очень быстро. То есть он как-то принимает какие-то меры, там, отдохнуть, выспаться, там, что-то, расслабиться. А вот такой фоновый режим напряжения, он… мы адаптируемся и не замечаем. Смотрите, если я прихожу к вам, к примеру, вот у меня, я не знаю, аллергия, у меня реальная аллергия, вот-вот начнется… Нет, давай у тебя еще плохой сон. И у меня сейчас будет хороший сон, по-моему, если я еще полчаса уйду. Вот два вопроса – аллергия и чуткий сон, хотелось бы покрепче. Ну, вот как раз нарушение сна – это один из признаков перенапряжения. Это, кстати, легко проверить. Можно утром встать и посмотреть на свой язык в зеркало. Если язык должен быть гладкий, если с боков есть такое, как отпечатки зубов, это говорит о том, что у вас ни мышцы лица, ни расслаблялись. И вы… то есть вы в тонусе… Я живу в язык. Это просто большой язык, и он не влезет, и в зеркало. А с аллергией что? Да. Ну, если вы спрашиваете вопрос на эфирные масла… На эфирные масла аллергии нет, потому что в эфирных маслах нет тела растения, нет белка. Аллергия – это всегда либо на присутствие чего-либо чужеродного. То есть, ну вот, например, вот сейчас, наверное, логично будет у вас вопрос, что масел-то масса, банны какие-то вот отделы, есть аптечные масла, но почему такого эффекта, о котором я говорю, не происходит? А потому что как раз растения, точно так же, если я вам сейчас налезу стакан воды, вот все, что будет в этой воде, вы выпьете, вы все получите, и хорошее, и плохое, все, что будет в этой воде, какие-то примеси химические. Точно так же и растения, она из земли берет все. И там те же, и пестициды, которые их поливают, и тяжелый металл, и может все. И когда из них делают масла, то, соответственно, вот эти химические элементы, они токсичны, и они дают аллергическую реакцию. Поэтому это не совсем относится к эфирным маслам, это больше ароматические масла. А как вот отличить то, о чем вы говорите? Ну, действительно, синтетическое и... Ну, синтетическое, это очень просто на самом деле отличить, потому что, как любые препараты синтетические, они неизменны, там очень четкая формула жесткая, и они неизменны. Когда вы аромат этот чувствуете, он ровно, одинаковый всегда, он не меняется. А эфирное масло, если вы сейчас попробовали, то оно сначала может яркое, потом может слабее, потом может оно такими волнами, потому что там в самом по себе эфирном масле очень много химических компсоединений, и они раскрываются постепенно, и она нестабильна такая, его нельзя повторить. И поэтому это очень быстро. И сейчас я действительно смотрю на наших ведущих, я вижу у них осоловилые такие глаза, я вам могу сказать, что они действительно были в перенапряжении, уставшие. И сейчас, и вот как раз отличие настоящих эфирных масел, что они влияют на энергетику, то есть человек снимается напряжением вот это. А если вы... А у нас еще вести и вести. Некачественные масла, то, скорее всего, разболелась бы голова. Но на самом деле есть масла, которые могут привести в тонус. Давайте. А вот давайте. На меня можно прям вплеснуть. Попробую. Нет, не стоит. Давайте вашу руку. Давайте сейчас просто такой мини-эксперимент. Масло надо, чтобы раскрылось, его надо чуть-чуть разогреть в ладони. Ой, простите, простите. Да ничего страшного. Осторожно глаза, потому что оно летучее. Да-да-да. Да. Это эфирное масло перечной мяты. Это как раз масло, когда человек, который не может проснуться. Я часто делаю так внучкам. Я просто рядом сразу капаю на подушку и через некоторый момент мне даже не надо их будить, они сами просыпаются. Серьезно? Это мне нужна такая штука? Это вообще отличная штука. Так, рассказывайте, что у вас еще есть. Может быть, есть какие-то, знаете, масла, чтобы человек правду начал говорить. Или наоборот. Вот есть какое-то масло? Я прям тоже бы его сразу же, прям здесь сегодня у вас бы его взял. Капаешь маслом, и человек просто молчит. Вот. Ему не хочется говорить. Просто, типа... Смотря по поводу чего он говорит. Если это стресс, и человек старается выговориться, то, конечно, есть антистрессовые масла. Хорошо. Как взбодриться, мы определились. Действительно. Это работает достаточно быстро и... Да. Потому что это сразу же... А вот в обратную сторону. Только мазать мы им не будем. Если надо уснуть, ну, спокойно уснуть, успокоиться перед сном, что посоветуете? Какое масло можно использовать? Ну, конечно, есть такие масла, которые расслабляют. Это та же лаванда знаменитая, которую знают все. Песня заиграла в голове сразу. Да, да, да. Кстати, то, что у нас продается в аптеках и чаще всего каких-то масел, это на самом деле лавандин, не настоящая лаванда. А лаванда, если вы помните песни, это горная лаванда, да? Вот. Либо корица, кстати, очень расслабляет. Слушайте, а вот у меня к вам вопрос. У меня сейчас такое какое-то состояние, мне хочется смеяться, там, веселиться, улыбаться. Это с кем связано? Ну, когда уходит у человека напряжение, у него действительно становится хорошее настроение. Спасибо вам большое, у меня просто какое-то невероятное впечатление от такой полезной передачи и просто спасибо вам огромное. Ты говорить начнешь сегодня? Нет, что я один веду? Просто ты немножко... Перечная мята! Перечная мята, кстати, на меня сработала очень круто. Мне кажется, просто ты под таким впечатлением, потому что ты немножко как бы... Сейчас ты в легком опьянении. Друзья, с нами сегодня была Ниёля Воложко. Это аромаспециалист. Человек, который может подсказать вам, как аромат может влиять на ваше настроение и на вас самих. Спасибо. И как хочется подытожить нашу программу. Дарите своим близким и любимым только натуральные цветы, духи и ароматы. Ведь именно от них зависит наше настроение. Только после сегодняшней передачи я бы посоветовал дарить цветы и ароматы не те, которые нравятся тому, кому даришь, а те, которые нравятся тебе. Потому что спустя какое-то время именно эти ароматы и именно эти запахи будут влиять именно на тебя. Да, вот такой вот алчный вывод сделал Вова для себя. Но, тем не менее, помните, ароматы действительно очень сильно влияют на нашу жизнь. Мы на себе это сегодня испытали. Так что подбирайте их с умом. Это был новый день. Спасибо, что смотрели вас. До новых встреч. Пока. Пока.